здравствуйте друзья приветствую вас на канале лаки карп и в этом видео я вам покажу как можно сделать офигенную прикормку для кормушек она подойдет как для flat так и для обычных пружин но в основном для пружин особенно для тех людей кто ловит на хорошо замешанную прикормку пружинах но это прикормка не именно то что он закормить а именно то что для пружин и я вам расскажу два способа один будет более простой а другой будет более сложный давайте в двух словах расскажу про сложный а потом скажу как и покажу сделать как простой а самое главное что этот кромку держаться в пружине очень-очень долго примерно допустим 1 , пружина вам хватит но на пару часов рыбалки это проверено уже временем и так сложный корм входит сам инвертный сироп это в основном и есть самая проблема тема много и много но времени придется потратить меня получился вот такой вот я случайно просрал вспышку и случайного переварил получился мне такого темного цвета карамельного вообще и в идеале его не доварят чтобы он был более светлого цвета чтобы мы что можно было придать ему тот свет который нужен вам и так варим инвертный сироп его варить очень просто можно посмотреть на любом канале кондитерском или даже на моем в один из первых видео там будет быстро и просто даже инвертный сиропа валил во всяких ликвидах тоже будут на канале и так примерно сварили вы инвертный сироп взять кукурузный жмых или допустим кукурузную семечку лучше всего кукурузный жмых потому что он очень хорошо пахнет попкорном и взяли различные зерновые это может быть лен конопля геркулесовая каша сухое молоко и немного манки все добавляется на глаз примерно у меня есть видео одно из первых можете его посмотреть и все это дело дробится на кофемолке до пыли и потом замешивается и сейчас вам расскажу вам более простой рецепт просто рецепт входит за место инвертного сиропа чтобы не заморачиваться обычная патока у меня есть вот такая вот маленькая баночка патоки купил ее в сельхоз магазинах где продают комикорман для животных и она стоит буквально там по моему 200 или 250 рублей за вот такую 5 литровую бутылку огромную на ней тоже с этим можно катать бойлы если кому интересно на патоки разумеется будет более питательный и полезным любая прикормка любые бойлы нежели на инвертном сиропе так на будущее кому интересно итак давайте начнем уберем чашечку берем инвертный сироп или патоку я возьму вертый сироп вдруг все же почта перекрасить красноватый цвет водички я буду делать небольшую небольшое количество и поэтому я ты например грамм 50 воды вылью и примерно грамм 70 80 на глаз инвертного сиропа улью такой вот густой как мед те кто катают бойлы пылящие они уже примерно знают пропорции короче он считал двух словах если вы хотите чтобы ваша прикормка дочь растворялась воде тогда вам необходимо примерно соотношение 25 30 грамм воды и 75 грамм вертого сиропа чтобы быстрее то же меньше меньше допустим 30 грамм лесу 40 грамм инвертного сиропа и 60 миллиметров воды тогда будут более быстро растворяться в общем чем больше инвертного сиропа чем меньше воды этим будет прикормка дольше растворяться вот именно вот это пластилиновая также такой же такой же процент используется пылящих бойлах теперь все это перемешиваем до однородной массы он такой он гостючий не делается с водой вмешается от сахар для того чтобы сладкая вода пропитала наш нашу сухую потом вода и конца выветривается это для бойлов и инвертный сироп получается он скрепливает все это до кучи держит очень плотно в нашем нашей прикормки примерно будет то же самое только мы не будем высушивать ее и оставим в таком виде она будет мягкая эластичная и очень хорошо держаться на любом кормушке все размешала до однородной массы давайте сразу исключим тот вопрос сколько он хранится храница будет очень долго потому что сахар является консервантом у нас тут очень много дальше следующем мы берем любую прикормку магазины желательно хорошую у меня здесь моя это я сам делаю кому интересно будет ссылочка верху и так насыпаем примерно на на глаз и замешиваем постепенно до состояния теста я примерно так вот сразу насыплю сверху высыплю одну чайную ложку манки манка даст эластичность и чайную ложку примерно вот такой вот молока сухого полка даст и есть кому хочется сэкономить на всем этом манку кабана не очень дорогая но может добавить туда дробленный геркулесовую кашу там в пыли надо что даст очень хорошее пыление теперь все перемешиваем до однородной массы это постепенно замешиваем прикормку также получилось тесто затем тесто начинаем сильно-сильно хорошо вымешивать прям что-то насало как пластилин сейчас жидкая жидкая составляющая проникнет сухую хорошо очень увлажнит у нас получится своего роде тесто и тесто будем замешивать до состояния пластилина вот до такого состояния я его замешал она не сразу пропитана потому что сахар очень плохо впитывается в любые сухие он стал как бы песочный как будто такое тесто сейчас я оставлю минут на десять она пропитается хорошо может даже меньше минут пять и начну даже отмешать уже руками все настоялось и теперь очень важный момент для того чтобы дольше дольше растворялась наша прикормка и надо передробить прям в пыль если она будет такая вот крупнофракционная как у меня примерно миллиметр разного на диаметра то будет примерно около часа если передробить на кнопке прям в пыль то будет гораздо дольше допустим не один час час а часа где-то два два с половиной все и то же самое спалящими бойлами чем меньше фракция меньше крупных частиц тем будет дольше растворяться все теперь замешиваю руками до состояния теста и так я тесто замесил вот так разровнял его и сейчас я буду добавлять туда краситель краситель и добавляю сюда после замешивания теста если это какая-то насадка либо вот такая вот прикормка в виде пластилина дело в том что когда был растворяться прикормка вместе с ним растворяться именно вот кристаллики красители краситель будет расплаваться вокруг нашей кормушки кому интересно смотрите предыдущее видео там где делал папа исаки самодельные на веревочке так просто я добавлял то краситель именно вот таком вот виде когда он плавает краситель размокает и распространяется вокруг прикормки примерно вот так вот я делаю высыплю всю пачку и теперь начинаем дело потихонечку скручивать до кучи и хорошенько перемешивать вот так на наше тесто выглядит сейчас вторую кусочек и покажу канубусе ввести воде а именно как будет растворяться сама краска а тем временем я положу наше тесто в пакетик для того чтобы меньше что полотал воздух и она в дождь сохраняла свои свойства и пока мы снова будет зато пакетики она там дойдет у нас и теперь осталось только распределить наше тесто по всем пакетику дабы исключить воздух максимально примерно таким вот образом по всему пакетику ровненько распределить и будет у нас очень очень долго хранится как вы можете заметить краска уже растворяется в воде и распределяется вокруг нашего корма то же самое будет если будет забита в кормушку примерно вот так вот будет вот так вот наше тесто выглядит можно конечно было высоты свернуть в трубочку и потом замотать пакетик но я решила делать вот так вот если данное видео вам было интересным или полезным то ставим палец вверх подписываемся на канал не забываем нажать на колокольчик всем удачи